Итак, прошел второй день. Что же нового у нас случилось? Ну, во-первых, мы начали кушать из новых мисочек. Вот такая вот конструкция. С одной стороны водичка, с другой стороны еда. Только пришлось подтащить вот этот черненький лоточек, потому что раньше эта кормилка стояла в комнате на этом лотке, а теперь он подходит на лоточек и кормился со стойчки. Привыкли к нашему вольерчику и с удовольствием ложимся в нем спать. И самое главное достижение, это мы научились попадать на пеленки, потому что вчера мы ставили передние лапки беленки, как требовал хозяин, и все дела делали мимо. Любимая поза сна нашего питомца. Вот так вот ложится, лапки складывает, и вот своя крочка растягивает и балдеет. такой вот окорочок у нас. И все-таки для Тобика лучшее место – это кухня. Сегодня он уже выполняет команду в свой загончик, но все равно, когда мы собираемся на кухню, он ложится на коврик, собирает его в кучу и спит. А в свободное от сна и еды время мы продолжали изучать просторы квартиры. Все для нас было новое, интересное, но самое интересное таилось в самых потаенных углах. И еще одно знаменательное событие сегодня произошло. Мы сегодня в первый раз залаяли. Тяфкнуть, первый раз тяфкнуть, первый раз тяфкнуть, слушай. Запутался все. Очень много сегодня интересного было найдено под столами, в углах. Но все мы в первую очередь пробовали на зуб. Но так как говорят, что деревяшки грызть маленьким собачкам нельзя, соответственно, мы быстро отнимали подобные игрушки. А так как зубки у малыша еще слабенькие, хотя довольно остренькие, то в основном все вещи мусолен. Мусолен. И. Реально сил у Тоби хватило только расправиться с журналом. Он с ним побегал, помял его, обмусолил, пожевал. Очень было интересно, даже интересней, чем тапки. За что-то Тоби получал газеты и по заднице, а за что-то получал и вкусняшку. В общем, день прошел продуктивно. Вот так прошел наш день. Второй день нам в новом месте. И так как мы уже маленькие, мы уже зеваем, и нам пора ложиться спать. До свидания. До следующих встреч. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.